книга открытым оком тема священство том 6 вопрос 1594 мне иногда трудно вас понять вы говорите то одно а то почти тут же совершенно противоположное тому или я что-то недопонимаю но и отец кирилл сахаров говорил что у вас нет целостности вы говорите о предательстве московской патриархии о ее нелегитимности о ее мафиозности и тоталитарности руководства о декларации сергия и о господстве там повсюду все проникающие лжи корысти и трусости и тут же запрещаете своим братьям проповедникам говорить об этом открыто в вашем храме и похоже что такого же мнения и ваш родной брат отец иоаким он тоже запрещает касаться московской патриархии а чтобы братья говорили только о христе о спасении во христе разъясните это отвечает игнатий тихонович лапкин вы все поняли совершенно правильно обо всем что касается московской патриархии нам храм дан нам храм дан сюда два раза на не для того чтобы говорить о великой беде где-то а чтобы говорить о нашей общей беде но если мы столько слышим из библии и святых отцов и все еще больше похоже на карикатуру по сравнению с первоапостольской церковью то бог может покинуть нас и мы будем хуже тех о ком будем говорить о том что такое московской патриархия уже сказано уже напечатано да мы и видим это в здешних храмах что там полная обмельщенность и дозволенность доступа к таинству которые совершаются часто еще и неправильно а язычение всей массы прихожан говорим о том и стараемся помогать им чем можем чтобы они увидели эту беду но мы также стали замечать что кто перешагивает какую-то невидимую грань когда вместо братской помощи им начинают заниматься только обличительством за глаза к делу и не к делу а потом и поношением все и вся и в этих обличителей неумеренных на первом месте становится разговор об экуменизме московской патриархии об ннн то эти люди вскоре вдруг переходят в московскую патриархию делаются сами страшными лжецами поносят тех с кем они сами недавно были с чем это связано пока не могу сказать но думаю что это общий закон не любви не сострадательности когда кто-то кого-то безжалостно судит и видимо в себе держит еще и мысль что он то уж явно не такой как эти патриархийные кббшники то бог покидает его и он впадает в ту же яму разврата против чего боролся на то и напоролся так что тут как раз и есть у меня вся вся так что тут как раз и есть у меня вся целостность во всем на первом месте ставить любовь к богу и ближнему нужно держать держаться всегда золотой середины как и святые отцы советуют нигде не зашкаливать не перебарщивать и не пересаливать отец кирилл говорил о моем отношении к кинокописи что я не разделяю старое письмо от нового а вижу в этом только идею он же сторонник рублевского иконописания бог дал мне великий талант в кавычках не целостности быть христианином широкого профиля и я этим дорожу и умножаю сей талант весьма перспективно 1 крифтом 922 для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделал совсем чтобы спасти по по крайней мере некоторых в моей квартире обратились в православие те из сектантов кто сегодня не худшие батюшки и благочинны в православии а был бы я такой упертый целостностный по вашему выставлял бы впереди себя всегда только целостные свои два перста как староверческий знак и проповедь свою ограничил бы их призывом переходите к нам переходите к нам переходите к нам то чтобы успел я 2 коринфянам 12 14 я ищу не вашего а вас 1 петра 4 10 служите друг другу каждый тем даром какой получил как добрые домостроители многоразличной благодати божией плач и иеремии разваленные здания роскошных дымятся разрушенные стены сиона а жители в рабстве позорном томятся на дальних полях вавилона от храма где золото ярко сияло сверкали огнем изумруды где богу хвалебная песня зазвучала остались мусорогруды под пеплом во прахе отчизна святая осталось подобно пустыне и с криками птиц кровожадная стая над трупами вьется в долине все дико и пусто с поникшей головой у стен разоренного града пророк утоляет страдания слезую и плач его сердцу от рада растерзаны в горькой тоске одеяния и волосы в пепле холодном над городом мертвым пророка рыдания разносятся ветром свободным душеполезное чтение 1891 год отчизнente сбывала пусто ness